Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи у нас Сергей Сергеевич Лашко. Как вам впечатление от вчерашней поездки на переговоры в Киев? Ну, значит, что я хочу сказать. Министр инфраструктур пошел нам навстречу. Но Кравцов, к сожалению, исполняющий временно, занял категорическую позицию. Но его же не было, по-моему, да? Он даже не был на переговорах с лидерами профсоюзного движения. Я не понимаю, почему туда Бубняк пошел. Он не при делах якобы. Он туда пошел, там свое ФЭ хотел вставить. Но после переговора с лидерами Кравцов вообще не захотел прийти. А с вами он встречался? Нет, он с нами не встречался. Он только с Бубняком? Да, да, да. И с Михаилом Волонцем, и Владимиром Волочевым-Казецким. Я понял. Или вы не успели к этому времени доехать, наверное? Нет, мы были уже в зале. То есть вызвали в отдельный кабинет, переговорили. Позиция именно, значит, Кравцова была однозначная. Общаясь с одним профсоюзом, пускай их будет и 2%. Я буду только с Бубняком, кому деньги дал. С тем буду общаться. То есть пускай отрабатывает деньги. Именно такая была позиция. Это государственный муж называется, да? Да. Выходит, да. Значит, такая позиция. Омельян, министр инфраструктуры, занял более латентную позицию. В какой-то мере мне казалось, что он даже нас поддерживает. Поддерживает в том плане, что он дает, возобновляет работу, вступает в переговоры по второму списку, создает группы, где будет проведена повторная аттестация рабочих мест согласно технологической карты, технологического процесса с участием профсоюза. То есть есть возможность поставить уже, объективно обосновать и поставить вопрос возвращения первого списка. То есть первого, второго списка не только локомотивным бригадам, но и слесарям, и, возможно, проводникам. Так, подожди, это же решение Верховной Рады, по идее. Ну и решение Кабинета Министров. Кабинета Министров. Кабинета Министров. То есть перед Кабинетом Министров Верховная Рада, в принципе, хотела бы принять данный вопрос. Хотела бы? Хотела бы. Но они же приняли обратное. Они приняли Дианонсо-Втором обратное, но сейчас есть группа депутатов, которые хотят поддержать это. Но его надо все равно... Тут произведена аттестация рабочих мест согласно технологической карты, технологического процесса за участием в свободных профсоюзах или репрезентативных профсоюзах. И будет обоснование для возвращения списка номер 1, 2 не только локомотивным бригадам, а в случае обнаружения шкидливых, тяжких и небеспечных умопраций и проводникам, и путейцам, и слесарям. Раньше это все было. Почему бы сейчас? Условия труда не улучшились. Ухудшились, по-моему. Ухудшились, я тоже так считаю. То есть этот вопрос, в принципе, с Амельяновым у меня не вызывал никакого компромисса. Было устной договоренности, что будет создана комиссия, которая рассмотрит и в течение месяца будет принято решение. Исходя из того, что все-таки локомотивные бригады стоят уже третью неделю, ну, будем говорить, люди устали. Надо посмотреть, посмотреть, как перегрузить. В принципе, было решение поддержать министра инфраструктуры, выходя именно из этого. Возможно, это стало причиной, что написали протокол. Когда написали протокол, мы увидели там два недостатка. Первый, он носил рекомендательный характер. Не обязывающий, да? Он не обязывающий носил. И рано того, там, согласно закона, мы отбились согласно закона, но потом там стояла заработная плата за время работы по инструкциям, как будет оплачиваться. То есть будет каждый индивидуальный случай рассматривать. Кто будет рассматривать? Суды это будут рассматривать. Эти суды, то это на шесть месяцев. Мы на этом не сошлись. Не сошлись мы на следующем вопросе, что шлось только о повышении, возможно повышении через месяц заработной платы только локомотивным бригадам. То есть, Амельян сказал, что будет повышение заработной платы минимум 18 за норму часов, минимум 18-20 тысяч будет у машиниста и помощников машиниста. То есть, он пересматривает, если это не так, он вносит изменения. А другим категориям железнодорожников, он говорит, а за других мы не будем говорить. Как не будем? Телесно, девки пляшут. Значит, конечно, это мы могли увидеть только через протокол. Если бы я не сказал, что давайте все-таки поддержим, протокола бы не было. Но протокол, когда появился, то, что написано пером, то не вырубишь. И шумпляр остался у вас? Протокол остался, но он не подписан. Я понимаю, но для истории, для памяти. Он не подписан. Он не подписан. Может, его надо будет комментировать отдельно. Мы зашли в тупик сразу же, что о повышении, то есть о плате труда за время работы по инструкции. Значит, когда мы вышли на улицу, звонок был заместителем министра инфраструктур. Говорит, мы решаем этот вопрос положительно в вашу сторону. То есть, мы оплачиваем время. Но второй вопрос. Не был то решен. То есть, он предлагал нам возвратиться уже с улицы. Это были приблизительно около 12 часов. Ну, после 11 часов было. То есть, мы на улице стояли, общались уже там, планировали. Значит, Михаилу, прошу, спроси, а остальным железнодорожникам будет повышение? Наши требования были, минимальная заработная плата неквалифицированному работнику должно быть 8 тысяч. И пошло дальше по зависимости от занятости. Он сказал, я этот неполномочен, вопрос решать. Тогда мы остаемся. В принципе, одним из вопросов, который у нас на сегодняшний день, это повышение заработной платы всем железнодорожникам. Поэтому я хотел попросить железнодорожников поддержать машинистов, которые остановились, машинистам, которые отработали часы. Также поддержать машинистов всех, для того, чтобы добиться. Результат положительный есть в переговорном процессе. Единственное, что сейчас и Министерство инфраструктур, и, наверное, временный исполняющий, вот так долго исполняющий временно, не хочет, чтобы все железнодорожники получали хотя бы какую-то престижную заработную плату и имели право работать на Украине. Спасибо вам. Спасибо.